поехали короче говоря как в россии все делается через жопу мне как через жопу вот в вода приехали там красолов один из нас жене мне прием это же голову торвем падла мне стоишь я говорю завтра поедете на войну не игру ради бога а как у поедем я грунта же говорю автоматы пистолеты и сумки менять отрядами же ездит ну сам знаешь это херовин то блять на автобусе повезут поехали а как ехать ты приходите на вокзал электричку все садитесь и эти москву ягод еще а я тебе забыл рассказывать нам же это как его и в томаты не давали ни хера ты представляешь да пусть пистолет а я грачем ехать с табельным оружием я у тебя крышу есть дурачок чтобы я бы как будто на рыбалку на клязь мы поехали у меня с пистолетом таблет представляешь я гудайте нам по автомату хоть автомат грудайте зачем он вам там я грудь а куда мы попадем то ты знаешь вас мозг доки там оформит я скажу как о форме аха папашки прихожу в отдел приезжаю папашка ептам эти представь нас 4 дурака 4 бронежилета 4 автомата медь магазины ептам эти пистолеты и всякой херни медь а как ехать у пацанов спросил эти как его зовут ну чё свою брать то мне там список написали 15 трусов там 10 пар носков ептам всякую вот это два как же да ну мама ты мне наложил вот такую сумку мечта оккупанты представляешь поехали херси папа год херси папа представляешь звонил начальнику воды александр ивановичу ептам александр иванович можно я венограду отправлю в этот как его зовут москву уметь ну ладно папа дает короче машину спрашиваем а как бы в москве поедем санька москве то гру как поедем но я человек исполнитель а я со старшего значит приезжайте на курский вокзал там около пяти идет этот как его зовут право скорость говоря на владикавказ приезжаем все а вы люди исполнители приезжаем на курске медь заходим где к статями написано 1657 москву это владикавказ будьте любезны да ну написано значит на все как я человек исполнительный эти реки говорю нам четыре билетика ксивы показал все так ради бога подходим к паровозу значит брат когда серега спрашивать сколько бы в дорогу добрать 4 или 8 8 труба потому что по дороге то моника чекут попили да да ты шо упали бы там все на на радость взяли 4 значит все идем к паровозу а сумки то ее просто ты мне ну короче вот так за три периода переноски ездили а поезду подходим проститутка это стоит который в провозе вот говорит у вас бумаги на наружит есть она же все здесь как его написано живете как и да в командировщик там все револьвер там это все начали кармультуг все записано заходим значит одни не русские я думаю ебать кого попали то медь сейчас арестую такой они все не по-своему говорят но с не по-нашему ну вот тогда бы сейчас плен возьмут и сдадут хули за 4 барана то я значит это как его мы все садимся как обычно по чайку мне сели дунули ну по чайку у меня тут сразу этот боевик на счет ножик тут вытаскивать все как положено ну все нормально попили погуляли значит все четыре часа утра ты представляешь за ногу дергают ебать 4 утра но мы маленько выпиши эти там побольше выпивши брат кто у нас в кровати же упал его надо было видеть но суть то не в этом ну качал сильно позже короче говоря за ногу меня дергают 4 утра ну я маленько выпивши конечно а у нас час купе вояка ехал какой-то в зеленой форме ну думал крышу поехал на перепел маленько перепутал дверь то блять за ногу меня йорга я бы смотрю он все вылазим его ты ебался что ли ебать 4 саночей вылазим для тех балда группе перепел так и гураву спи дурачок странный блять ушел но я раз на другой бог не опять за ногу дергать сдаем оружие думаю пиздец кукут вообще не дружит товарища тебе и выслушку как ты меня выразили баллы ты и гуляйте нахуй что-то пристал ко мне мне а после смотрю в свете там ходит же не у нас в комарке в куб это темно а там свет бля с виллами эти мужики то думаю ебать снится но ты представишь дома никого выпишут и думаю блять окружает на свет с виллами блять а у них еще в папахе такой ходит эти мужики таможенники черный это как его каракульные думаю не наши нихера на а там другой военной форме ходит и в ментовской блять и у того смотрю виллы блять думаю ебать думаю что шутится что ли мне я сажусь такой мальчишки чем проблема то где находимся то они к этому вот мол это украина там как она не там самой стен или хер я знаю да я буду отстаньте в крыше есть что ли как а украины я группу едем ты на юга тебя все вылазим я значит сложу я говорю а кто был старше что язву я им то есть вот ксива у меня все тут у вас автомат то есть я вышел на блять на войну для с ругатками поедем что лет и вы как же есть пограничники пойдем оружие писать в ствере это в командировщик написано что кормуль тут такой то там все заряда сколько все пошли к проводнице отказы проститутки она раздала сука паровоз стал паровоз стал за полкилометра до станция после минут пять с сумками так руководил короче говоря пошел с пограничниками это пограничник то приличный год мы такое оружие перепишем ну думаю херсть не пусть пишут жалко что бумага терпите слышу там затворами щелкают в комарке то в нашей думаю епать война сейчас начнется еще одну республику блять не победили без другой вою епать да все опять международный конфликт мне теперь и че этот как его слышу затворы щелкают война начнется эти кричат блять не стреляйте сейчас спецназ вызовем думаю патронов туда смола не победит мы их всех ты писаешь ага и это как его зовут туда бегу прибегают с пистолетом сидит боевик ты нажмите и кто еще крышей что я хорошо автомат это под кровать представь бы автомат был выхватили все более это значит этот ягур мальчишки так давай разберемся по-хорошему че тут славянь славянь не разберемся они готовы по-хорошему власти и евро где станции не света ничего нету ну теме ты представь где и это чужое место не знаешь куда ехать тепла вылазим ли они год пойдем к пограничникам а у этих тысячи балдат никак не работают они еще так сказать в состоянии комы и вчерашними как ему пограничник может маму думать шутит ну знаешь бывает переоденутся там хохмут потравить ну ладно короче договорились с ними это как его зовут ну да то что не нам они год ладно пойдем в ментовку вместе в железнодорожными все затаскиваем вещи значит этих значит в это в одну коморку сейчас гостю с рюкзаков вытащим я какую-то там трусы смотрит нет мы у вас автомат а вдруг в гранат визит я губля то нам и дал ты а я и не видел в жизнь гранат ты сейчас сказать там ага теперь значит это ну братку то братку димку боевика заводит в этот меня не слушать нифига заводит в этот как коморку ну и модели коморка а меня в другую коморку то а там значит сидят пограничник таможенник и ментушка и каждый строчит свой протокол орден же дадут написаешь задержали витек вооруженных этих дамы как будто воевать на них пошли бой ага все туда увели короче гнеть увели это руляля в общем трещат а меня ночь пишут а старше то есть акси у них забрал ну бумаги ты хочешь переписывать каждого актик свой составляет правда у меня бумаги с там и с этими сходу сербы молотых не виллу того ага все трещат год ну чем сейчас мы у вас короче в этом хомпадов харьков повезем я говорю еще это блять какой харьков нету надо нам хоть позвонить гудай позвоним вывода что мы в плен то попали представляешь руки крутить ага вот хорошо взяли это как две бутылочки еще осталось не допили мы месту это выпили московскую то две бутылочки александровской братка на минутке поедем вот дал как будто знал что мы с апреля на минутке мол выпьем ага братка в эту тему с ментами с хохлецкими дунул эти две бутылочки то стали братацию братка берет по эту пуговицу где-то дарю пуговицу и к этому так хохлу там лет запугайся хватило давай как не пугайся уж пьяники живет она тот виск песке под не отдам пуговицу год давай ептом а я тебе дала у них же с трезубцем не такая как у нас пуговица все заходит от друга ментушка такие пацаны это клевые чем их забирать давай мало отпустим их в этот как его домой мы уже сели тут опять дунул я бы мальчишки можешь вам денежку надо моника у нас горе есть собой так это ну вроде как ну хоть пустили то ага бомжей тут нашли ну короче отдел разошлось душ кофейку давай тут целоваться обниматься боевик на что-то берет этот как и омоновский натянул с автоматами то два бнимку короче чуть не друзья лучше опал кто не все срубили короче нас на паровоз ну правда мальчишки хорош попали на паровоз ну туда в белгород паровоз шел и нас и короче на паровоз с бабой там дочерек листом бабы начали поездка и короче нас на паровоз приезжаем в белгород меня куда чего херь его знает пошли в этот как я там линейный отдел белгородский а мужик ну начале криминальницы приехал с чечни короче говоря ну то есть балду ты представляет чуть такое и говорит мне значит я пришел гульма чешки вот позвонить в этот как его зовут владимир даже сказаться то ее просто а то нас ищут мы не думал что мы на войне мы в плену там стоишь наш обозначится он готова давай звонить звоню нашему дежурному вводы представляешь вот так и так вот я такой такой-то вот старшей группы и нас плен тут взяли могут того где туда находится тягу сейчас белгороди а были то в хохле андии какого хуя млядь вы там евро куда послали туда поехали до сказали на курске на курске сказали бы на казанске до казанске еще нам тут а денег ты стратили смерть дальше ну короче дали нам бибику машинку это отвезли на вокзал на белгород на автобусе значит стоять 6 часов ждем на автобусе ходим-то народ пугаем шапочках черных вы же знает что там грязные формы ментовская и все бабушки подходит президент что ли приезжает обратка в это время с димкой сходили квакнули еще маленько то ну да сугревых лодрыгать ты чё февраль же месяц 7 процента а ходили ходили по песни идут ну эти то ходят они по четверо идут вот так видишь строим такие смотрят на нас четверо дураков с автоматами стоит не познавательных знаков ничего и рюкзаки вот такие вот так было видеть как вот в армии вот так строго на 90 градусов в другую сторону поперли значит туда они видать работу них такая в вокруг этого ходить автобусы станции они вот до нас дойдут разворачиваться в другую сторону хоть бы как а тварь спросил чуть-чуть с автоматами а народ то смотрит мальчишки куда обратка ты горит на юга отдыхать и смотрит а короче садимся в автобус поехали в автобусе до воронежа воронеж приезжаем и приехали да не туда с этого там большой вокзал и слова вокзал не отправить никуда баба говорит какой-то вокзал есть черти за через речку ехать а баулов-то у нас ее просто короче берем мотор блять едем туда приезжаем мент нас увидал а едем а там знак такой ну нельзя ехать то водил и гадми ну таксисты горит туда нельзя ехать его ем так то нас арестует в 12 часов ночи на с автоматами кого пош победим не пласть с плена вырвались ебать живыми ничего мне на вокзале того что баба говорит местов нету короче говоря но нового я буду херсти на одном стульте просидим ехать то что надо же ехать нужно приехать до позволить воды чтобы хоть на войне и про угол поставить короче это заходим к линейщикам тебя на нас глаза такие вот один раз спросил мужик там капитан старый как говно мамонта короче говоря говорит это вот куда хоть едет и я говорю да вот на войну у вас хотите ну есть зачем едете тему как живут ли командировку я просто дышу мы сами собой шли по и на войну ну короче у них это переночевали это как его ну конечно попили а что делать то не спится же у нас на паровоз посадили поехали все приезжаем ладно ну прохладный приехали бабы тоже проститутка казалось это это проводится я группа на какой первым вылазим направо или налево на год на право ты представляешь рюкзаков то у нас сколько вот весь тамбур в рюкзаках вот в этих мы это рюкзаки точно направо выкинули все народ с паровоза то вылазит же чё там дальше немножко и мне надо ехать подходит по поиске вы куда я буду до моста до куда ехать он готова лазить надо на ту сторону платформы то ягод еще блять а что раньше никто не мог сказать а баба тут крыса так не сказала но братка сам знаешь язык какой брат как это проститутка на нее у нас не пускает вагон то только дышим и под колесами шли полезем а там всякое вящее да еще кто-нибудь пойдет в туалет блять смоют на тебя правильно не пойдем ну короче честу опять перелазим ее нахер послали перелазим залазим в паровоз паровоз мять как вот времен этого как я там батьки махно блять половина стекол нету там труба залезли мять какой-то очках капитан задрал нас вообще труба блять вот он ходил пока ехали до мостока он раз 80 прошелся искал какую-то люсю блять ты веришь нет вот и писать в тамбуре стоишь пройти негде только дверь открывается закрывается закрывается открывается блять вот если дверь открывается капитан идет вот открывает в эту тлюцию не видели ну первые двадцать раз хуйся стерпели мне после уже идет хором блять мы люсю не видели блять опять в конец поезда уйдет опять придет блять корочку и когда ехать братка давай выкинь благо кошка нету в этой штуке то паровоз ты едет хули в первом вагоне вылез в блять поставь грубо говоря в задний попадешь едем приезжаем мозг док куда ехать хер его знает ахами а ментов тоже все с оружием да все брододы как мы вот сейчас до грим большевики как бы нам это штаб это найти их не ну куда нас послали то плодин объясняет сяешь туда и туда и сюда откуда ты представь вот это явки в нашей деревне расскажу куда ехать то в чужой то черте знать короче так все опять берем приводит нас штаб штаб не пускает что-то упаси господи ну братва стоит на улице а я знаешь как старший захожу мужик говорит отдай автомат и кто че дурак что любит как тебя сейчас я купил за дверь выкинул скажешь его и не было так ведь по большому счету я вружок отдам автомат не отдам богат ружок давай мне автомат отдай в дежурку ну дума чё драться 617 сказать что мы приехали поднимаясь короче сидит такой полковник полупьяный такой ощущаешь из-под стола были вот такой тебе чего ну я говорю так и так дальше полковника вот приехал туда-сюда такой сидит ты куда должен приехать евро 11 а сегодня какое число его 12 это 3000 денег истратили пока доехали всем же дает никто за так не возит ага он такой сидит и говорит а нахуй тут нужны евро ну если не надо тогда мы поймем обратно какому-то дурику крикнул сходи в штаб захожу там еще пьяненький час пьяненький на вот такой сидит глаза выкатя я к нему нагибаться он говорит как стоишь перед офицером думаю ебать он меня не видит как же он я видишь я нагнулся ну вот глаз не вот смотрит а никуда не смотрит и вот видал что такие ходят вот вот такие шары блять в пространство куда-то я говорю слушай-ка нам надо в город мы приехали отправьте нас горе куда это то сидел сидел да тут вы нахуй не нужны я говорю вот уже второй раз я слышу очень приятно игру а куда нужны мне поезжайте в аэропорт ну радаром военными поймаете вертушку поймаете вертушку нихуя то как мотор блять будет плечевой поймаете вертушку и приезжайте в это в ханкалу а мы люди исполнительно что делать то какой-то автобус и тягу ты не поедешь туда вот поеду короче привозят нас в аэропорт но в этот народ ром а там хуил мучной какой-то прилетает какой-то замминистра с этого с москвы блять так там народу все боссовши сбегают с автобуса всех выгнали холодрыга блять автобусы спрятали за кучу а мы хули как аборигены там ну представь с мешками с автоматами то есть это нормально автобус грязный херово все там бегают омонов такие что-то там москва туда-сюда 2 2 метра ростом ей богу все тут ужина и и что министр плиты короче четыре часа ловим улетела слава тебе господи сюда перекрестились блять массолета там летали его охраняли ветролета где-то все это прилетело до теперь бегом от каждой вертушки к вертушке ты повторяешь это как будто на стоянке такси денег и довези но подбегаешь денег ты не полетишь это в ханкало иди нахер иди нахер один хороший мужик попался ветролет еле взлетел ей богу с перегрузом был я говорю слушай-ка а у какой-то горьковский но я услышал меня речь такая вещь это моника не московская угад откуда я горьковский он год ну ладно в старлей какой-то ну штурман на ветролете ладно полетим если взлетим думать у них уйти картины да если взлетим медь игрушка как-нибудь это должны сейчас попрыгаем если взлетим у нас большой перегрузка плетье им думать и здорово блять на паровозе не убили с плен не сдали теперь дать не хватал с ветролета ебнуться на землю а в жизни летал на ветролете за 30 ветролета значит ага думаем лет назад что-нибудь подержаться падать то будем хоть чтоб не кувыркаться-то ага короче попрыгал попрыгал ну кричит был плите им думал славьте господи полетим так полетим надо что добывать это короче полетели прилетаем ханкалу вылазим на этом говнюшники 2-то менять вылазим грязище несу свет на нас короче с этого паровоза выкинули ручку уже нет на сумке хули вот так как беременна баба ходил с эту сумку для еще кормуль тук тащи автомате ну сам же значит все приблудто вылазим опять хорошего мужик хороший попался опять сдержан скашали пацан хороший мужик подходит мальчишки в откуда я году вот тары бараса владимира тот говорит а что прилетели то его так вот и прислали поймали вертушку перри прислали он такой а зачем я буду от велели показаться кому-то как вы на штаб-то пройти могут тут все серьезно менять все секречно вот там год после менты стоят не пустят вас ваша пропуска нет а какой разбирать пропуск там вояки тоже не пустят типа комендатура какой-то вот дрова видишь лежат а там гора дров лежит солдатики там пилит хулись нету блять механических тепел вручную валят маненькие такие солдатики тоненькие грязные как чушками волга через эти дрова полезайте блять то есть значит через пост не пустят через дрова кто хошь нахуй через дрова с этими сумками бита бисаря жми трак перелазим значит написано штаб ёпта мать и никуда не ходишь на под тебя будьте любезны заходим в штаб ночь где написано же русский заходим там же отмечаться везде приходим в штаб здрасте там вот идите нахуй думаю как пароль видать пошел в дежурку а я говорю а куда идти ты мне ну нахуй ты все это неопределенно все-таки место идите как дежурку там вам скажут куда идти мне дежурку приходим стоишь такая же картина блять гребот в носком а уж хули командирование как это папиросную бумагу стали представь сколько раз каждому открывай дурой его где-то показывает говорит вот куда я вот оттуда приехали сюда а нахуй тут нужно думал блять попал куда надо ебать да ягода куда нужно это ебать ягод пройти нас обратно угад а нас уже витролета летает в это время это своим ходом шли рулите с сумками не дотащим ручек уже нету нихуя пришлось это думать что сложим сожрем ашу не сожрет не будешь патроны есть им там и а ходили ходили никому не надо все сходят с автоматами мать ну будет загадина пристегнутым это откуда знали шик надо отсекивать смотрим написано тыл а все-таки старые толвики пошли значит это в тыл заходим а мне саблю туда льем твоего там этот хер ты прилетал с москвы то ему это там какой-то купец у него позывной там для ему саблю принесли а он не знает кому отдать автомате министр замминистра не берет нихера какому-то херу носил тоже не берет даже какому там старшему толвику у его знает кто там такой у спроси что кто самый главный ты мой от даже мне вот я саду сабли как пропуск ну там фамилия было написано то есть я не буду говорить как его зовут захожу откуда я знал что там без рожка надо заходить в кабинет а там генерал сидит два генерала усыжься фронтовики после расскажу моник попозже как это а я чё парень крестьянский смотрю народ сидит в приемный ты думаешь ждать ты сидят значит и мне надо да я прямиком ходом а там через стекла то видать что и мужики то есть это командир это генерал я короче дверь открываю и туда летом за мной это хер майор заскакивает хватит мне за автомат и ты чё ёбнулся что ли могут нельзя сюда ходить с автоматами шоу я тебе отдам что ли ну представь откуда я знаю сейчас уйдет за дверью опять какой раз автомат хотят отнять ты представляешь я говорю не отдам я тебе у меня на ухо отстегните пожалуйста а какой-то тоже первый день приехал тоже чумной отстегните пожалуйста магазин здесь нельзя я говорю ебать час уже для хожу по ханкали можем а генерал пришел все забыли ладно отстегнул подхожу значит к этому полковнику груд тебе груз сабли он такой то есть привычное движение не 1 сабли 3 до кем под стол а я ну это с ним тут водку отдали тары бары кто какие приехали ага а два генерала сидят генерал на 1 войне надо было видеть у тебя какое ружье то один другому у сова такой высокий говорит у меня от сайга только да у меня тоже сайга то было то символ это война до одного места вот на дачке пострелял по бутылочкам так кучно бьет думает проблемы про дачку вспоминает а тут ведь а там грязь сам видал сколько ханкали то мне по саму не хочу меня как будто нет вообще как будет никого нет они рассуждают как вы там дома дачи как клубнику вот сейчас сажать в общем нахуй мы все война короче говоря побыл орден мужества будь любезен не выходят с кабинета до ага теперь и че значит иди вон к тому полковнику умеешь подошли они правда нахуй не послал вот едется раз денег тот не посылал которым я соблюдал вроде как неудобно посылать я значит к этому подполковника подхожу говорю слушай-ка вот мы такие такие то приехали куда нам деваться то блять он вот нахуй чуть не погиб геройские блять башка то в обратную сторону крутится блять а вдруг бы долетел блять ептывать погиб бы геройский блять все он не местный блять а летел на меня метился падла блять все больше не прилетит но вокруг этой палки не будет летать как ты видишь у нас бы летали блять и коров от хорошего не летает прикинь бы тут сидишь пиздишь погодь блять готовы на куда ну давай туда где-то обыскачище будет говорить а тоже фотографируешь на чем закончили а подполковник к этому пришел то говорит нахер вы сюда приехали то я бы ты хоть запиши что мы приехали вдруг позвонить с владимиром да а мы еще не приехали а время же 12 число день рождения как раз меня а мозоги там еще четыре бутылочки водочки литровых купили думка где рождение прошел зря что ли и говорит куда их отправить с этим мужиком которому я саблю подарил тот говорит допустим в грозный думаю ради бога надо же определиться с чем-то я буду в грозный так грозный давай в грозный его как туда ехать то он куда вот сейчас выходите штабы на левого рота будут и горит это поймайте машину едете в грозный игре автомат ветролет поймаете мне машину поймать его кто нас повезет первый раз вот и меня увидишь разве поведешь меня ага вышли меня грязюка смерть медь ходит там часовой около штаба то чтобы не дай бог кто не зашел там командующим там в таких грязных штанишках ходили бродили я говорю ну давай где хоть а мол 4 часа после 4 у настроили ну нельзя ездить я говорю слушай а как же а там есть гостевая палатка вы были там гостевой палатки то жопа а я тебе вот это там должен ночевать в день рождение свой родной но вы туда надо выкушать все четыре бутылочки день рождения пройдет не зря мы туда куда дошли пали грязь его хорошо чуваши приехали монстр а к ним пацаны приехали которых они приехали менять мне говорит вот сашка то командир техни так вон сейчас мальчишки в грозный поэт мы вас захватим горит его ради бога где машина то они для кодут около танка а ты первый раз приехал откуда за же танк стоит ну дум недалеко так недалеко только вы не вставать от нами одно время тушь минут на без 25 но клопите уже был то есть нельзя но нам можно мне ага догоняйте мол нас мы передам пойдем а сами с этими как его зовут у них только автоматы все у нас рюкзаки все это думаю ладно полный рюкзаков учу вашу оставили пошли пешком дуем 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 бить и меню же они уж они быстро ждут их они налегке а клеищу по яйца короче говоря и это дуем за ними тут машины бтр сзади и пипик от я гриб твой к куда уйдешь чтобы из колеи то ведь короче мы береги бтр добежали короче это айти да все ханкалужу вот так обойдешь к танку к танку ты это ты представь мы сворот вышли где вас вагон там эти стать недалеко да а грязюк внутри я не знаю сколько три но уже все сыра и было точными пришли дальше у танка годзилла стоит на что броневик то в рота это как на такси ехали честное слово на мерседесе ощущение после пешком то идти то ноги тоже вот до сюда стерли съем там ног то не видать куль вот куча грязи вот столько и все в годзилла залазим едем а уж темно ну не до фонаря что тут нет а уж время 6 часов а до 4 тоже можно омоновцы сидят и говорят если будут по нам стрелять вы не переживайте от свои думы и автоматич не хватало лет своих погибными проезжая на все блокпосты тут минутку как раз роман под романским мостом тру ля ля все батюшки исторические места все до приезжаем сюда будут заезжаем пацаны вот тут стоят вот в этом дому то заехали знаешь приходим дежурку так картин тоже шоу фанкале и в моздоке дежурный сидите гусушку вот мы приехали тары бары ноги старые нас сюда прислали только то нахуй вы тут нужны и к слушаю блять а куда еще ехать-то моздоки туда же посылали фанкале в это же направление и тут нахуй посылают представляешь я грубить ну вот прахи нас куда не то ты мне тут как вон там ищите ночевать себе мне водила с москвы живут на первом этаже то в говнющики то в аквариуме там лет играть это как его зовут переночуете завтра увидим блять приходит ну правда пацаны встретили опять хорошо тем более сводка как не встретите земляки дунули за день рождения спать легли они топили соляркой он год на втором ярости пустые кровати спите взять туда в душе губки будет спать то не все на первом спали то бля а там от солярка отверстишь нет дыма блять ну полтора метра над землей нету а там дым вот не видно кровать то так вот подымешься где спишь как в облаках этого залез значит минут десять подышал думаю пиздец не дышится писаешь уж как спали берут куртку беру на голову дел рукав выслал как хобот у слона то про правда вниз туда опустил ну там посвящен уходить ага утром встали ну тут нормально приходит папаша батеньки давай спрашивать то где че работал как раз смена была тут нет а это все уехали один остался вот сайт который сидел на эту хуйню ну ты кто там ты этот 5 10 там серега я был старшина димка там такой то папа говорит нам такие не нужны думал 5 приехали ебать где еще нужны там а пока хер посылали туда до бумаговица официально пришла приказ там тары бар ноги старше вот сюда то отправить имел несторожность сказать это я значит имел несторожность кашу код в штабе работал мне а чё работать в лесу там какой компьютер блять там машинка печатный беден герас стоит бить право и пока дров на токс пока порой подымешь правда с капотом с каким стартака интересными капот открываешь там эти буковки поправишь опять а там еще виде буки вот эти буквы ты мне я говорю вот вот видишь компьютер и вывижу но я видел это издалека так как трогать не нажимал ни на одну кнопку мне страсть божья и как сказать что стоит 25 тысяч со всей этой приблуды я в год столько не зарабатываю сейчас нажми эту кнопку фыкнет компьютер садист будешь на нем работать думаю вот таки хуйня себе а подсады еще не уехала через ночи с 3 что дня уехал санька то который на нем работал то и кусает и покажи как включать ты уют на машинке ты представляй как печатать табли а как чего-то только на верхней кнопке не нажимай вот мышка поводишь бы думаю очень чуть поведешь и пахнет и все опять вся жизнь прошла насмарку ага ага на другой день прихожу там забивать всякую информацию туда-сюда ну печатать у меня он все мне включит а печатать тоже ради бога стирать у меня научили там такая черточка все чик-чирик печатаю значит ага горь теперь запомни его я запомнил но я тут узнал что туда на кнопку туда я бы я все запомнил ну дословно не запомнишь конечно гердова это запоминай вот там надежда кристики в твой мышкой мне и мы все запомнится думаю кирилл я мышка не будешь или думает дай вот эту хуйю который печатаешь что пошевелю блять шевелил нихуя ничего не шевелится и думал давай мышка боюсь и и представь если пыхнет а минус вращающую это вещь дорогая там этот который печатает как он называет принтер что ли а там от херой начинавешно там что-то тысяч 15 рублей стоит и так прикинул никаких боевых не хватит тогда раз поводил поводил нашел квадратик так все осталось а думаю сейчас ну нажму сотрется все 5 5 печатать сами на по две страницы печатками и день за днем а так научился денег уезжал говорит вот тут все информации по нашему отряду то до свидания она что нажал хуй его знает короче там утречком ну и уехал он я утром прихожу ну набивать а там вообще ничего мам не горю и короче говоря и вот считает целый месяц уметь все печатал мне набивал бы глазово чё в 3 до в 4 уйдешь а всем идти на должен печатать придешь глаза так я сам таких все глаз не знал правда правда вот как лукошки блять папа говорит а жил-то в 405 считай в 3 придешь проходной двор блять спать ложишься блять тык-тык-тык-тык дай прикурить прикурил мне ложишь ушел минут 20 проходит лавка дай сигареточка грубить как будто я самый крайний ебтом оде груша блядь на всем этаже и курить никого нету все спят я го я буду стучи смена блять да все 20 проходит нас бандерлок был это как его зовут-то бычейстик блять да какой бычейстик у нас был бандерлок не кликуха было это вы его не видали там чучело такой труба блять все железки блять грозного стащил блять черепа с дырками тут в голове от этим мины ты блять принесет как грохнет блять смотришь как кем бит и все блять пропала молодость он повез и не знаю сумок 6 на ягру это как вот дотащишься все дело там не все он придет часа в 4 блять вовка дай покурим я грызу что блять а все спят как человеке блять папа говорит блять утром придешь глаза того папа говорит лову сынок ты хоть куда-нибудь успешен твои ягру папа сплю могут а сколько ты спишься я буду вот часа три ты попытаюсь блять услуги я бы можешь мне выходной даже заслужил свой счет говорю хоть поспать денечек тебе тот не кераму дома выспится хочу поехал поехал у нас со всей собинки один мужик только был начальник уголовки короче говоря но он рассказал что бардак там я по телевизору все как показывают то эти грот иван иван дмитриевич ты не застал мужик был командир омона таганрогского труба за 100 баков баба как от приехал с нтв говорит мне хочется снять мирный город как же мы тебе мирный город туда куда не глянь одни дырки на год мне хочется что первый трамвай про грозным проехал где же мне трава это не могут найдете 100 баков вам дам те короче в подворотне находит трава и без колес короче говоря цепляет за бетро и и 100 баков все-таки деньги да цепляет ее трусом она год над чтоб там люди шевелились в нем ходили а стекол то нету ну хоть видимость создать черт с ним первый трамвай доходит без стекол до насрать больно едет и черт с ним а колеса то не снимает бабы то ну вот так снимает чтобы видать был то где человеке ты ходит вот они до служит и тянули короче до этого как его до моста то давай 100 баков мы в обратную сторону притащим а как у меня больше денег нету его хуяк с моста и скинули блять ну и раз не платит им вот а поехал чё поехал посмотреть какой тут гадюшник для красота то ем там мирный город вот и все мир вчера видали какой мир то раньше у них расписание булка приехали с 9 до 9 вечера мир у нас вот здесь в округе до с 9 до 12 как по будильнику мне а мод ты какая тут новая смена приезжает давай по нам стрелять ну чтоб попугать то хочу пугать ты с не знаешь его бояться то правильно откуда прилетит как мужики говорят которую слышит то не бойся правильно а так чего фугасы рвутся народ стреляет хороший мир хорошими мы пойдем погуляем часть к в 10 вечером под контролем все будет и чай-то не лермонтов юртем как какую-то нахуй пизду город пойдем сходим за коньячком то чай тут растяжечки стоят мой злотый у нас вот товарищ один за коньячком не идет начнем пацанов спрашивать где по короче противник от вот туда поди блять пошел булья все подорвался да ну правда как написали что в бою как вася в жопу ты ранен в двое вася у нас в жопу ранили мне это же жопой напился сел на печку с ракой теперь с раком все обгорело а домой ты приедет представляешь трусы то снимет все ввечь в рабы герой но ты же видел не ввасит ходит а он сейчас ходит без штанов юбку и делал ну как у нее трусы то не снять они прилипли к коже тут но он жопу сел на печку уже ходил тут все поиску он сходил куда в жопу его пострелили так это нормально ходил видали же меня а уж на печку жопу сел там хуй скроешь и разу хожу бы ческу ёпты вася в юбке глава в кепке сидит в этой шуршу не и этой как полотенцем обвязался и дубь ёпту вася крыша поехал куку съехал и бабы прикинулся игру вася ты чё это в бабу переделся он такой коленку снимает они что все замотаны простыней замотал нет наш какой-то шприц то едва вот те от головы вот от жопы не перепутаем пополам разломит таблетку и платить все первые головы у нас там четыре шприца и троих ни разу не видел не два раза видел мать один пришел грязный к нам туда в каморку то мы раз зимка стирались заходит в дупло никакой веришь не стали этом не пойдем постреляем не у тебя балдашу съехал у тебя игры магазин то нет не пизды а как же я стрелял ты духу куку поехал совсем один вот шприц и за толстый вот который ай чипрец и все пиздец как этим не не вылазит с этого дела ты че какой тут шок не шок стояником и две недели все и отходишь как у нас старшина говорил приезжаешь в командировку выпил в первый день за принятие должности вот куда было 45 суток тогда попроще было 45 суток чего выдержишь пить-то очнулся все дембельский гордина на спину и поехал не ты дал несколько орденов то ты что сейчас на спину вешаем этот посетный библиотекарь россии че только нет а сейчас и что-то все значки подменили в брату мы вручили чем нам долго что на плане раскатали чё водочкой но сейчас заметь не пьем почти почти но вечерком как-то не не уснешь перерабатывал так сказать не ну пацаны хорошего вояки тут слава те господи он возьми тех же читинцев умницы вот у них садил сухой закон у читинцев вот пятый год капли никто не пьет писаешь вообще не пьют вот как приехали не пьют но мы видишь в люди вольны были оде ездят и не знаю сейчас конка лета вылезли не с поезда пацаны то приехал же сон какой-то менять какой-то отдел ты его точно не могу сказать что приехали сказали боевых не будет вот и все никто не пою а кто поедет нет люди нет я уже про душ не не для камеры вот я поехал не за деньгами просто чтобы не было написано в личном деле что был правильно а то начинаешь с кем-то ругаться туда съезди вот теперь я съездил палочка есть уж 50 лет я сюда хер поеду как он сан санычка только драшка хватит еще и чиньи-то все дают нас от хоккей отходит так что нахер как почему там есть дяденька ты в курсе не приехал капитаном третий срок 2 ордена мужества нет понимать уже подполковник мерь на букву с хорошей фамилии где-то дома найдут ему яйца вторую по самый корень дурачок мне так кажется дружище ты видал какая там стройка фанка лета вот надо вечерком сейчас вот лишь тише стало послушать как их там ловит-то и штигуру на пасху ты обстрелить собирались для чехом то договались пойдем война только то я вам про башляю пойдем воевать эту как иметь ханкалу сраными это вот так встретишь день это скажет ты где с карт я тоже на войне был до с проще ты где был с картком колеска падла ты узкоглаза глаза ты ему вытыкнуть падла а тут все мальчишки хорошие честно слово веришь все наверное кого по моему по глупому дружище колючей проволока городе тройной кран выключить газовый цвет но русских надо вывести кое-что вычитает 60 62 вам ну русских бабушек 2 бабы уже грохнули за месяц за тот и ни хера наших стрелять можно значит до одного из игрок не ших него так все труба трагедии это хоть они тоже человек и по большому счету приедет тебе в деревню на дачу до приедение с гранатомета ебнет ебать развалился дом ты чего придешь ему с транспарантом будьте любезны что ли такой тоже плохо но больше не поеду веришь нет честное слово не поеду сейчас еще думаешь эти вот жители воюют что сейчас нифига ну а ну вот бумажка у нас там этих сраных грохнули которых и в плен ты взяли какой-то какой 79 81 78 мой там мужиков ведь нет ни хера по сводкам то почитай молодежь работать негде сейчас он год за 300 рублей фугас ставит хочу сумочку взял поставил 300 рублей кнопочку нажал ну так вы сейчас ли херово надо на камеру снимать так тихи кто денег на заплатить всем-то камеру не надоешь мне все равно же вишь снимает значит кому-то надо мне вот не надо правильно как официально официально почти никого ну официально тоже видал все хорошо у нас тут все мирно все дружными вот так до хера ну как до хера по ментам сами дал три месяца будьте любезны дюжина так это только официально считает 200 иметь а вот так если это как его а в госпитале к рекламу царствия небесными и же не пишется что он понял про него все дома как будто помер все будьте любезны а все идут как 300 и ранены легкий какой легкий мне ну как этот сам же раз маленькая осколочек и ножка ты блять отрягается дом кому нужен никому не нужен бог милует слава тебе господи живые уедем мне очень хорошо командиры хорошими так ведь папашка золотой не было папашки вообще бы штурба тут ничего было папашка всех сдерживаться на эту хонкалу уже давно блять перестреляли козлов сраных для по большому счету а сюда ведь не до тварь не приедет так быть на херят генералов тут видал на северный прилетел министр мять дал значок за службу на кавказе москву приехал и сказал такого значка нет а сам блять дает про сенок мне славте господи сняли мять это не лучшими хуй по большому счету как у нас папа говорит сколько ментов было менять по министрами внутренних дел сколько по пальцам сосчитаешь им так остальные всех узнать откуда блять комсомольские допартийные деятели я помню пришел фуражку натянули звездочку ёбнули все будьте любезны до мент блять они до пьяного на него отрезвитель не принес ко мне бы принес представь министр пьяного будьте любезны до оформите до протокол да не напишет мять акси вот и всякие писать вон на темную нахуй предполагал не в таком количестве